Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре показ легендарного фарфора, самые желанные сервисы в советское время, а также предметы из кинематографа. Во многих фильмах вы такое уже встречали. У меня также для вас миниатюрные презенты. В каждый заказ будут идти такие подарочки, разные салонки, такая красота. И вот эта великолепная, это от Зиг, такая тарелочка, она глубокая. Кто заказывает с этого ролика, тоже идет коробочка чая в подарок. Легендарные чайные пары, знаменитый сервис, форма рельефная, или как по-другому называют, любимый Барбарис. В советское время во многих фильмах мы встречаем этот сервис. Я когда смотрю старые фильмы, часто вижу сервис Барбарис именно, кстати, на терракотовом крытье. В СССР он был более востребован, он был для всех. Потом уже начали появляться другие расцветки, они встречались более реже. И вот когда я встречаю этот фарфор в кинематографе, я всегда удивляюсь. У меня такое счастье, трепет в душе. Этот сервис легендарный, любимый Барбарис для многих. У нас в ассортименте в двух расцветках. Это малиновый и любимый терракотовый, как и с детства и из юности. Тот самый узнаваемый рельеф. Полностью, кстати, ручная роспись. Золото. Красивые бутоны. Золочение по ручке рельефной. И внутри, и снаружи. Тонкий-тонкий белоснежный фарфор. Климу 65-й год. Смотрите просто на эту красоту. Какая красивая рельефная ручка. Такая форма называется сервская. Такое же шикарное блюдце. Золота здесь не жалели. На терракотовом крыте изображаются плоды Барбариса. А на малиновом именно цветы. Красота. Люблю я все исполнения Барбариса. Этот сервис смотрится изумительно и очень роскошно. Рельефы объемные и много золота. По клейму это уже дофаза вербилки. То есть клеймо с 54-го года. Вот такие вот они шикарные. По кромкам цветы. И вокруг зеркальца прекрасный Барбарис. Вот эти все красивые рельефы и цветения. У меня просто нет слов, чтобы передать эту красоту. Наличие пары на малиновом. Также две пары на терракотовом. Цена таких терракотовых 1000 рублей за пару. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите меня на WhatsApp. Вот в каталоге сервис Барбарис. Он на таком желтом крыте, но официальное название золотистый. Это автор Смирнов. Также в каталоге есть на терракотовом рисунок Барбарис. На этой форме выходили, кстати, разные сервисы. Например, такой под названием Красной Маки. Или такой Полевой. Красота. Следующее изделие от Завода Вербилок. Это наши любимые терракотовые сливы от автора Чекулина. И официально у этого сервиса есть и другое название. Весна. Наша любимая форма Стандарт с такими ручками. Прекрасный рисунок. Роспись золота. И нежные розовые оттенки. Давно у нас не было слив на терракоте. Да и как-то в последнее время они не часто встречаются. Рисунок идет с двух сторон. Рельефная такая форма от автора Шабанова. Мышечка полностью расписана. Ручная роспись. По клейму это штампель Лось. С 65 года. Красота. Изумительный просто. Цена такой сохранится 2,5. И сливы. Точнее правильное название. Весна от автора Чекулиной. Только на зеленом. На таком цвете крытья выходила также достаточно редкая масленка от автора Володина. Красота. К нам никогда не встречалась от вербилок такая форма. Поэтому если вас заинтересовал фарфор от завода вербилок, то пишите мне на WhatsApp. Одно из моих самых любимых предприятий. Немножко покажу. Любимый Элфазе. Вот этот знаменитый штоф под названием Дубки. Полностью ручная роспись. Это изделие тоже из каталога. Авторское. Изображение дуба, желудей и прекрасных объемных листьев. То есть это все чувствуется пальчиком. И полностью ручная работа. Ручка и горлышко в виде ствола. И такая шикарная крышка с изображением желудя. Такой объемной. Состояние великолепное. Это изделие коллекционное. Такая ручная работа. И является авторским. Состояние у штофа великолепное. Он будто сказочный. И такой волшебный. А какая очаровательная пробка. Мой любимый зеленый оттенок. В последнее время как-то полюбила этот цвет. Штоф такой более умиротворительный. Такая прекрасная шарообразная форма. Когда понимаешь, что это полностью ручная роспись. То осознаешь ценность. Цена такого штофа 3,5. Посмотрите просто какое роскошное изделие. В каталоге этот штоф числится. Цена его составляет 50-80 долларов. И дата изготовления 48 год. Автор Семенов. Вот он абсолютно идентичный. Также вашему вниманию от ЛФЗ знаменитая кобальтовая сетка. В советское время об этом сервизе мечтали. И даже сейчас он является недосягаемым. В ассортименте представлен молочник и сахарница. Они советского периода. И очень сильно отличаются от современных. Как мы знаем, на заводе ЛФЗ уже не используют ручную роспись. То есть это просто трафарет. А именно советский экземпляр полностью в ручной росписи. То есть каждая сеточка, каждый ромбик это ручная работа. И вот это наложение золотой пасты. То же самое. Настоящий кобальт. Великий кобальт от завода ЛФЗ. Клеймо это 14 группы. То есть рисунок повышенной сложности. Здесь большое количество золочения. И идет такая красивая рюшечка. Внутри золото. В идеальном состоянии. Кобальтовая ручка. Тоже вся расписана в этот цветочный орнамент. Такие снежинки. И носик. Он тоже в коблице. И золото. Красота. А внизу такая сеточка. Великолепие. И второй предмет. Это сахарница. Здесь такая же шарообразная форма. Это тюльпан. Автор этого изделия Яцкевич. Смотрите какая красота. Такие же кобальтовые ручки. Идет роспись. И здесь целый слой золочения. А на крышке шарик. Великолепие. Форма такая рельефная. Кто одержал советский ЛФЗ. Знает что это за фарфор. И какой же он легкий и невесомый. Крышка вся в золотой росписи. В коблице. Тюльпан. Которую хочется рассматривать. Это легендарный сервиз. И мечта любого советского человека. Кого был такой сервиз. Напишите мне в комментариях. Мне будет очень интересно прочитать. Кобальтовая сетка была не у всех. Это ленинградский фарфор. Высококачественный. И всеми любимый. Если вас заинтересовал такой комплект. То пишите мне на ватсап. Продажа рассматривается как по предметам. Так же и наборам. Немножко отличаемся от фарфора. И покажу вам красивые елочные украшения. Вот это прекрасное в амальгаме. Девочка из сказки Золушка. Был такой советское время целый комплект. Может кому не хватает. Может у кого-то в планах собрать такие комплекты. Они сейчас достаточно дорогие. Им постепенно собирать можно. Следующая игрушка. Это прекрасный котик. В сапогах. Смотрите какая красота. Такая мордочка. Тоже на подвесе игрушка. Эмальгама. И здесь такая сахаринка. Красота. Наши любимые советские игрушки. Как воспоминания из детства. Возвращают в это мгновение. И крокодильчик Гена с гармошкой. Тоже в амальгаме. По покрытию. Все великолепно. Глазки. Опять же этот завод. Очень сильно отличался от других. Он добавлял вот эту сахаринку. И игрушки как-то по форме. Даже понятное дело. Что от одного и того же производителя. Это настоящее стекло. Советского периода. Там есть повреждения по трубочке. Но вот когда одеваешь побольше подвес. Ничего абсолютно не видно. То есть все остальное главное целое. Поэтому если вас заинтересовали такие елочные украшения. Советского периода. То пишите мне на ватсап. Я хочу вам показать следующее изделие. От завода ЗИК. У меня такая сразу теплота в душе. Что-то меня согревает. Когда я вижу предметы от этого завода. Вот это великолепное блюдо. Земляничками с ягодками. Достаточно редкая овальная форма. Глубокое сохранение золота. Шикарное просто. Состояние идеальное. Красота. Такие ветки. Ягодки. Все как полагается. Вот замоклимон ЗИК. Завода имени Калинина. Блюдо прямо весенне-летнее. Ну очаровательная. Красота. Для подачи. Это кстати редкий сервис. Не часто встречаемый. Цена такого блюда 700 рублей. Следующее изделие это старой формы. Такой достаточно большой соусник. Соусник на юбочке. Здесь даже не золотом, а краской. Все подчеркнуто. Форма здесь удивительная. Это кузнецовские мотивы. Сразу видны очертания. Такая ручка с прорезью. Тоже подчеркнуто. Этот соусник старый. Здесь даже старое клеймо ЗИК. Есть потемнение, но на функционал они никак не влияют. И немного кракелюра. Что придает еще больше какой-то винтажности. Ну и в целом такое клеймо не так часто встретишь. Цена такого соусника 250 рублей. В каталоге представлено это клеймо. Ставилось оно с 1952 по 1962 год. Старое. Такие предметы сразу ассоциируются с дачей. С каким-то теплым домом. С бабушкой. Вашему вниманию также хочу показать комплект сирени. Это чайник с сахарницей. И прекрасный молочник. На нашей любимой форме тюльпан. Те самые шарообразные формы. И та легендарная сирень. Которая также встречается во многих фильмах советского периода. Уже об этой сирене мечтали. Красивые букеты. Это та самая сирень. Которая такая тоненькая как скорлупка. Постепенно можно собирать сервиз. Я вам в этом помогу. Мои все прекрасные подписчицы. Сервиз собирают постепенно. По одной чашечке. По одной сахарнице. И потом в целом вырисовывается уже весь комплект. Шикарное золото. Состояние великолепное. Те самые шишечки на крышках. Золотые букетики. Про которые я всегда говорю. На дулевских изделиях. Все без повреждений. Декор этот очень богатый. Какие красивые букетики. И эта сахарница. Она кстати с дарственной надписью. Что дает изделия еще больше ценности. Когда вы видите такие надписи. Знаете, что они очень дорого стоят. Среди коллекционеров. И в антикварном мире. Вот она прекрасная сахарница. Полностью 24 карата. Шикарная. Белоснежная. И фарвар. Здесь совсем отличаются на ощупь. Цена такой сахарницы 4,5. Следующий предмет это чайничек. Та же самая рельефная форма. Шарообразность. Очень удобная ручка. И такой удлиненный носик. Крыжечка. Мне нравятся вот эти все веточки сирени. Красота. Ну разве не великолепно? Какое сохранение золота на ободке. Состояние сервиза поражает. Сейчас вы все знаете, что сирень это как такая инвестиция. Цена такого чайника 6 тысяч. Продажа этого комплекта рассматривается как по предмету. Также и целым набором. И последнее изделие из чайного сервиза. Это молочник. Легкий-легкий. Невесомый. Как будто настоящие цветочки сирени. Веточки и листья. Здесь идет такая подрисовка золота. И на ручке. И много золота. Которого не жалели. Красота. Настоящая сирень советского периода. Конечно она отличается значительно от современной. Современная совсем не такая. Это можно сказать музейный экспонат. Молочник со старым клеймом ДЗ. 61 года. Ой какой он легкий. Как пушинка. Цена его 3,5. Поэтому если вас заинтересовали предметы из чайного сервиза сирень. То пишите мне на ватсап. Давайте собирать сирень вместе. Также из сирени у нас есть тарелочки. Вы меня давно спрашивали. Осталась такая одна десертная. У кого есть чайная пара, можно сделать троечку. Здесь рельефный край. Большое количество золочения. Декор идет в центре. И прекрасные листики сирени. Она замечательная. Посмотрите как золото горит. Просто сияет. По клейму это дулевая. Со штампелем сокол. То есть клеймо такое ставилось после 68. Очаровательный букетик. Весь свой вид в листе. Красота. Цена 300 рублей. И тут у меня комплект. 4 суповые тарелочки. Диаметр 24 см. Абсолютно такой же декор, только не волнистый край. Сами веточки сирени. И декор по кромкам. Красота. Вот они суповые. Безумно красивые. Очень нежные. Тоже здесь клеймо дулево. Со штампелем сокол. Все тарелочки в идеальном состоянии. Они без сколов и трещин. Цена тарелочки 300 рублей. Вот эта тарелочка под чайную пару прекрасно подойдет. Ну как же прекрасно обедать, ужинать с этих очаровательных тарелочек. Это же само качество. Такие изделия всегда выполнялись по ГОСТу. Поэтому если вас интересовали тарелочки сирень, то пишите мне на WhatsApp. И вот эта маленькая солонка рельефная. Красота. С двух сторон декор. Золото. И она 200 рублей. И я перехожу дальше к очаровательной кжеле. Я люблю кжель. Мне она очень нравится. Это кобальт. Это полностью ручная роспись. Уникальные формы. Кжель всегда ценится. На данный момент она тоже существует. У нас в ассортименте представлена кжель именно советского периода. Первая это такая очаровательная вазочка под названием Трелестник. Здесь треугольная форма в виде листьев. Такая вот на горлышке. Полностью ручная роспись. Вся вот эта подрисовка по каждой стенке. Форма у этого забота была удивительная. Работали всегда исключительные скульпторы и художники. Которые расписывали шедевры советского периода. Каждый листочек. Каждое вкрапление. Это чудесно и очаровательно. Форма такая сначала узковатая. Потом сужается. И такая становится шарообразная. На отдельной юбочке. Традиционный стиль росписи. Красота. Клеймо это 70-80-е годы. И цена была 3 рубля 78 копеек. Цена такой вазочки 1800. Все последние три. Они принадлежат 70-80 году. То есть вариаций было достаточно много. И второе изделие это бомбанерка. Она может как и для декорации служить. Но и так же для всего самого вкусного. Сушки, конфеты. Даже для подачи салатов. Закрывается крышкой. Красота. Состояние идеальное. Здесь крышечка формы ежевички. Или может быть это виноград. Может все равно здесь прослеживается рисунок виноградной ветки с листьями. Великолепие. Такие рельефы. Ручки тоже с ягодками. Прорезные. Объемные листики. Шикарный сюжет. И по стенкам оформлен очаровательный декор. Ручной росписи. Юбочка. Произведение искусства. Бомбанерка в советское время достаточно была дорогая. 18 рублей стоила. В СССР были сервизы, которые стоили 18 рублей. Это один предмет. Вот это удивительно. Клима у того же периода. 70-е, 80-е. Она глубокая, высокая. Но крышечка у нее роскошная. Роскошная. Цена такой бомбанерки 1800. Поэтому, если вас интересовала кжель, то пишите мне на WhatsApp. Я знаю, что почти все мои прекрасные подписчицы любят вот такие миниатюрные розеточки, тарелочки с изображением мейсонских букетиков. А если они старые, то, конечно, это изделие. Прямо-таки для них это глубокие розеточки. Они подрисованы не золотом, а краской. И изображение мейсонских букетов. Каждая розеточка отличается. Вот здесь, правда, уже как идут нарциссы вроде, если я не ошибаюсь. Такой интересный декор, нечасто встречаемый. Я вижу на фарфоле впервые. Вот это прекрасная розеточка. Мне нравится, как выписаны все вот эти медальоны. И здесь не золото, а такая зеленая краска. То есть, понятное дело, что это изделие старенькое. Они подходят и под специи, также под колечки. Да и, в принципе, можно даже вот так повесить. Но, мне кажется, сюда варенье, мед, орешки. Небольшое количество. Все, что угодно. Клеймо это зовут песочное. Клеймо совсем старенькое. 51-й год. Деточки очаровательные. И они по 500 рублей. Я думаю, их разлучать ни в коем случае нельзя. Редко такое встретишь. Я, кстати, вижу впервые. Так, вернемся к теме елочных игрушек. Последние две игрушечки. Здесь видите, как изображение листика. Со всеми веточками, вкраплениями. Амальгама. И это бабочка. Такой медальон. И роскошная верхушка на елку. С прожекторами. Редко встретишь сейчас верхушки. Причем состояние идеальное. Без повреждений. Без колов. Сохранность тоже очень хорошая. В амальгаме такие цветовые сочетания подходят друг к другу. И антарные. Красота. Такие. И прожектор. С малиновым цветом. Такой медальон, кстати, тоже у меня есть в моей коллекции. Недавно появился. И вот еще один повтор. И гвоздь нашего обзора. Это купеческий чайник. Такие вы видите всегда в фильмах, на выставках, на всяких ярмарках. Правда, сейчас на выставках и ярмарках бывают не советские, а именно современные. Этот же чайник гигант. Он числится в каталоге. Удобный. С двумя ручками. Как удобно за него держаться. С хвостиками. Прекрасное покрытие. Вот эта вся роза, она расписанная в стиле алгашек. И красивый такой изумрудный оттенок. Малиновый, вишневый. Полностью ручная роспись. Не описать словами эту красоту. Я думаю, вы и так все видите и понимаете. Какая богатая крышка. В росписи. Золото. Состояние. Изделие великолепное. Редко встретишь именно чайники. Такие прекрасные гиганты. Именно советского периода. Много современных. Но это совсем не то. Раньше гостей было много. Такие чайники использовали всегда. И за них было удобно держаться. Так как две ручки. Декор этот идет с двух сторон. А этот рельефный носик очаровывает. Это все объемное. Ну красота. Словно жемчуг. Такой красивый цвет. Просто не описать. Я думаю, если не использовать, то хотя бы для декорации квартиры дома. Для коллекции главное. Такой чайник обязательно нужен в атрибуции. Я знаю, что у многих таких чайников нету. Большое внимание обратите на них. У многих пугает размер. У всех в СССР были такие чайники. Это было неотъемлемым предметом. У любой семьи. Гостей всегда было много. Не зря выходили столько сервизов. Посуда была нужна. Всегда. И сейчас, я думаю, такой чайник имеется. Это как такая небольшая реликвия. Но он же очаровательный. Ты смотришь на него и у тебя совсем другие эмоции. Другие чувства. Вот такой обзор был сегодня. Надеюсь, видео вам понравилось. Показало также елочные игрушки. Весь наш советский фарфор. Не забываем, что к любому заказу идут специальные изделия фарфоровые. И коробочка чая. Если вас что-либо заинтересовало с этого ролика, то пишите мне на WhatsApp. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы. И, конечно, цените то, что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи.